Седьмое. Далее мы можем посмотреть план исполнения самых тяжелых запросов и добавить удалить индексы. На странице «Скейль с запросом» по пути «Настройки производительности скейль с запросом» можно посмотреть отчет по запросам «Скейль». Данная страница отображается только если в настройках модуля «Монитор производительности» указана опция «Вести журнал запросов». Находим «Монитор производительности», установлено «Вести журнал скейль с запросом» и мы запускаем монитор, происходит анализ. Перейдем обратно к запросам. Двойной клик по строке с таблицы «Забросов» или в строке «Менюмы» «Планы исполнения» мы здесь можем увидеть план исполнения данного запроса. После проведения теста в панели «Производительность» наведение указателя мыши на текст вызовет стэк запроса, если настройка модуля включенная опция сохраняет стэк вызова для спецзапросов. В первой строчке отображается исходная функция вызовавшая запрос. Мы видим здесь функцию. Также отображается файл и собственно строка. На основе этих данных мы и вы можете провести детальный анализ генерируемых функциями API запроса, произвести изменения и замерить еще раз, оценив прирост производительности. Это достаточно тонкая и глубокая проработка, потому что в данном случае вам необходимо оптимизировать функции API битрикса, которые в достаточной мере оптимизированы. Но здесь вы можете увидеть свои ошибки, которые как правило должны быть решены на более ранних этапах, когда вы оптимизируете собственно саму работу с API. Ну и одна из возможностей оптимизации – это работа с индексами. Заочно нельзя сказать, какие индексы необходимо создавать. Надо всегда рассматривать конкретную ситуацию. Индексы нужны для конкретных выборов на конкретных проектах. В зависимости от архитектуры и логики проекта, медленные запросы получаются у каждого свои. Для них нужны свои индексы, часто составные. В странице анализ индексов и список индексов – инструмент анализа и рекомендации по созданию индексов. Рассмотрим на работу с ними. Также мы можем провести анализ индексов. Анализ индексов лучше производить после получения списка медленных запросов. Для этого настройка модуля производительности, давайте откроем, монитор производительности, необходимо включить соответствующую опцию и установить время, после которого запрос считается медленным. Рекомендуемое время работы монитора – сутки, но, опять же, надо учитывать конкретного проекта. После получения списка медленных запросов на странице анализа индексов, в которой находятся на стройке производительность индекса анализа индексов, необходимо воспользоваться кнопкой «Выполнить анализ собранных скелет запросов». Это образится список всех запросов, которые были совершены за это время от сортированных по имени таблицы. Вот мы выполнили, соответственно, нам был предложен индекс. Хотел бы вернуть к скелет запросов. Здесь у нас отображается, как я говорил ранее, список запросов, которые были совершены за время от сортированных по соответствующим колонкам. В общем списку и в первый угол надо обратить внимание на запросы с большой продолжительностью и с большим количеством. Соответственно, те запросы, которые выполняются наиболее часто и выполняются длительнее всего. Но и в случае больших величин у этих параметров на каждый запрос не стоит создавать индекс. Возможно, нужно просто исправить код компонента. Косвенным критерием успешного создания индекса служит время выполнения запросов до и после создания индекса. Давайте мы вернемся к нашим индексам. Собственно, нам был предложен к созданию один индекс. При необходимости мы можем посмотреть планы его исполнения. Кнопка «Детальный анализ» позволяет перейти к анализу конкретного запроса и к созданию индекса. На этой странице жирным шрифтом выделяется таблица и колонка, к которым обращается запрос. Вот мы видите, да, у всех. Собственно, что вы для жена. Это у нас все на вкладке «Структура таблицы». Это информационная закладка. Главное в ней – размер таблицы. Вот мы видите, какой у нас размер таблицы. И если размер большой, ну, к примеру, больше 100 МБ, в нашем случае 55 МБ, то построение и удаление индексов лучше проводить в часы меньшей нагрузки на сайт. Следующая вкладка «Анализ запросов». Собственно, закладка «Собственного анализа». При принятии решения о создании индекса учитывайте, селективен ли этот запрос и процент селективности. Информация об этом выводится в таблицу. Вот видите, запрос у нас не селективный на 100%. И закладка «Создание индекса». На которой непосредственно принимается решение о создании или нет индекса. Те запросы, по которым мне нужно создавать индекс, можно внести в список «Не предлагать к созданию». Вот вы видите кнопку «Больше не предлагать создавать». Запросы, по которым принято решение, пропадают в список запросов, появляются на странице «Список индексов». Вот мы нажимаем «Создать индекс». У нас выполняется создание индекса. Мы видим, какой процент выигрыша мы получили. И страница «Список индексов», которая находится в пути настройки «Производительность. Индекс. Список индексов». Открываем ее. Она отображает у нас результаты наших решений по анализу тех или иных запросов. Зеленый статус «Индекс. Созданным». Красный в данном случае у нас нет. «Индекс. Созданным». Также учитывайте, что для более скорейшего обнаружения проблем, как вариант возможного временное отключение кэша. В противном случае ваш тяжелый запрос может выполняться очень редко из-за кэша. Например, раз в сутки. И мы его очень длительно и долго, упорно будем отлавливать. Восьмое. Если мы все уже сделали по списку, но нам требуется еще провести оптимизацию, нам нужно еще меньше нагрузка, более оптимальные запросы, то мы можем пойти по пути к кастомизации штатных компонентов. Штатные компоненты сделаем достаточно универсально, так сказать, на все случаи жизни. Но это же их универсальность, а порой порождает их избыточность. Более высокие требования к ресурсам в сравнении с кодом по месту. Поэтому мы можем кастомизировать компоненты, удалять из них блоки кода, которые нам не нужны. Например, вы допользуете свойств их предварительную обработку, если это у нас не требуется. Проверку прав доступа, если эти данные всегда доступны для пользы. И так далее и тому подобное. Это позволит в некоторых случаях существенно ускорить работу кода. Также мы можем весь нами созданный код провести по всем тем пунктам, что я ранее озвучил. Девятое. И последний пункт, один из самых сложных, пожалуй. Это оптимизация самой структуры данных. В предыдущем видео мы уже разбирали важность оптимизации структуры данных и влияние на результаты. Мы можем добавить дополнительные связи, продублировать данные, хранить предварительно обработанную информацию. Ну, например, количество связанных объектов, если это нам требуется.